итак всем привет станок белмаш sdmr 2 500 какие за это время у меня случились неприятности и что я усовершенствовал значит при ресмус овал доску сороковку началась сильная вибрация на станке прямо наш прыгать начал значит что оказалось вот здесь стоит сейчас разбирать не буду у кого есть тут поймет вот с этой стороны там внизу шкив этот центрального двигателя который он раскрутился просто раскрутился потом пошел на перекос началась вибрация резьба там м8 по моему в общем вот такая вот затянуто слабеньким гаечка такая какая-то хлипенькая гравирок и шайбочка все там не пазов нет ни штифтов нет ни шплинтов ничего в общем раскрутился как бы его закрутил обратно все посадил на место закрутил вроде ничего на всякий случай купил не знаю помогло бы она или нет вот такая внутри с пластмассой вот эти сама затягивающиеся гайки но если раскрутится еще раз то попробуем на нее прикрутить вот так вроде все работает как бы так затем вот здесь вот эти вот болтики забивается стружкой когда я говорю большая отверстие большое и когда режешь там тоненькую доску вот эта басня под фрезу сюда все проваливается там все застреет соответственно до кожух этот снимать снимаешь когда гаечки тут по моему две гаечки они запаяны и не вываливаются эти все снизу вываливаются значит там на клей кто сажает ну там эти гайки утоплены в общем на клей сажать не надо берется взял паяльники гайки эти вложил туда и паяльником сверху просто пластмассы запаял их и все и никуда не больше не вываливаются то есть если там кусочки попадают какие-то быстренько открутил 4 этих болтика гайки не вываливаются все почистил поставил на место значит дальше вот специально стружку не убирал стругал смотрите какие говорила для защита стоит сюда пилки не проваливаются вот собираются там через верх потом как бы улетают все а сюда все опилки попадают вниз соответственно все на двигатель вот тут гора в общем опилок под самый верх получается все забивает я из жести не знаю какая там кровельная 04045 такая она не хлипкая плотненькая значит вот жду значит вырезал вот такую штукенцию загнул благо здесь в общем еще ножи позволяют общем зазор позволяет вот зазор загнуть туда и и соответственно туда загнул и посадил дырок меньше стало вылет опилок лучше стал и опилки перестали вот сюда забивать вот это все пространство на три простых самореза по металлу посадил пресс шайбы эти сначала тут плотный металл она тройка засверлил сверлышком три дырочки ну и потом на саморезы притянул она как бы и ходит сама по себе ничего на работу не влияет но опилки сюда перестали лететь и вот тут от дырки были в общем сюда все основной забивалась с крайне знаю для чего не технологически такие опилки перестали лететь все стало почище выброс стружки стал лучше так принципе все работает все нормально никаких вопросов ножи конечно точил ножи садятся быстро надо заказывать хорошие ножи это хсс или какая там сталь это который к станку идут ножи вообще сталь паршивая очень быстро садятся они так ну и все в принципе друзья все станок работает работает доволен что будет интересно еще с ними всем пока так ну его друзья в общем все переделал выработал всю доску за зиму последние пять корпусов вторых вторые корпуса магазин доделал сегодня прикрутил ручки так ручки значит деревянные чтобы не покупать в общем понятно да брусочек здесь выпиливается внизу чтобы удобно было рукой браться то есть паз такой под под наклон то есть удобно все рукой брать хорошо переносить вот так ну и вторые корпуса подумал зачем полностью их из сороковки делать то есть передняя передняя и задняя стенка из сороковки доски ну там при оструге не в 35 лет 6 получается боковые делал из 25 немножко полегче было соответственно второй корпус как бы рамки можно вместо больше получается рамочки можно подразделить если если на медосбор для меда использовать второй корпус вот в общем закончил сейчас надо покупать опять доску поехал посмотрел у нас доска паршивая все все надо искать выбирать значит крыши 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 делал пробовал я смотрю там делаю значит ребята фанера там ну смысла не было доска была пятидесятка в общем плана станок позволяет все это распустить замечательно крыша доска распускал наверх десятка попробовал мало 12 в общем доска 12 вот так вот четверть соединял нормально вот пропилы для вентиляции с двух сторон так пропилы ну и сеточкой сеточкой забил все осталось покрыть их металлом ну в принципе и все все готово так вот там днище стоят часть часть днище и крыши еще остались все осталось крыши покрыть эти корпуса обработать их обжигаю и парафино-масляной смесью сверху прохожу посмотрел вроде два года у меня стоят пока я думаю года на три на четыре точно этой обработки хватит чтоб не мучиться с разными красками которые все равно отваливается вот так друзья переходим к изготовлению рамок в общем с корпусами покончено все всем пока